Здравствуйте! В эфире в это время, как всегда, новости в студии Манаса Чигитов и в начале коротко о главных темах выпуска. За честные выборы без давления, быть или не быть, административному ресурсу в конечном итоге решать избирателю, эксперты обсудили вопросы минимизации служебного влияния на ход голосования. Школы Сапат не дают покоя Турции. Анкара заявляет, что не пустит в страну учеников и их выпускников лицеев Сапат, называя их террористическими. Бишкеки считают, что заявлять так неприемлемо. Воспетая поэтами, но замусоренная жителями. Река Ахбура-Ваше превратилась в свалку. На берегу отходы у реки моют машины и ковры. Что об этом говорят сами жители и службы, ответственные за чистоту. Классика, отечественное кино или западные блокбастеры. В Бишкеке проходит неделя ретро-фильмов. Что думает новое поколение о черно-белых шедеврах Болота Шамшеева и Тулемушакеева? Турция закрывается для кыргызстанских школьников. Речь идет об учениках и выпускниках школ Сапат, прежде носивших название Сибат. Как сообщают турецкие СМИ, обращаясь к академикам Кыргызстана, заместитель министра образования Турции Орхан Ирдем заявил, что учеников школ Сапат теперь не будут пускать над территорией Турции. А это ни много ни мало, более 11 тысяч наших соотечественников. В Анкаре считают, что школы Сапат связаны с осужденным у них проповедником Феткулахом Гюленом. И год назад Турция требовала закрыть их. Кыргызстан отказался. Сегодня министерство образования нашей страны ответило турецкому чиновнику заявление Эрдема. Ведомство считает безответственным. Более того, расценивает, как давление на власть и общественность Кыргызстана. Болот Исаев далее с подробностями. По мнению турецких властей, школа Сибат – это часть огромной полусекретной сети, которую живущий в Америке исламский проповедник Феткулах Гюлен использует для внедрения своих приверженцев в государственные структуры. Именно Гюлена Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота летом прошлого года, в результате которой погибло более 270 человек. На требования Турции закрыть лицей Сибат Кыргызстан ответил отказом. Весной этого года они были переименованы в Сапат, а в состав соучредителей вошло Министерство образования и науки. Накануне турецкая сторона объявила о том, что ученики образовательной сети кыргызских школ Сапат впредь не будут допускаться на территорию Турции. Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытии в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах. Международное образовательное учреждение Сапат – единственное комплексное образовательное учреждение в Кыргызстане, филиалы которого имеются во всех областях страны. Оно включает в себя 16 лицеев, 4 общеобразовательные и 2 международные школы, а также 1 университет. В них насчитывается более 11 тысяч учеников и около 1 тысячи преподавателей. Пятая часть преподавательского состава – иностранцы, лишь малая доля которых граждане Турции. По данным руководителей Сапат, за 25 лет деятельности из стен школ было выпущено 18 тысяч учеников, которые продолжают учебу или работают в 67 странах мира. На территории Турции из этого числа в настоящее время находится не более 40 человек. Многие либо вернулись в Кыргызстан, либо продолжили обучение в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Вряд ли заявление замминистра может как-то негативно отразиться на нашей деятельности. Например, в прошлом году мы выпустили 867 учеников. 369 из них продолжили учебу в Америке, Европе, Китае. В Турцию из этого выпуска не поехал ни один. В последние годы с турецкой стороной у нас практически уже нет никаких связей. Но у наших выпускников могут быть какие-то торговые дела в Турции. Кто-то захочет поехать туда просто отдохнуть. Запрет на въезд на их территорию для наших учеников, а тем более членов их семьи, это, конечно, неправильно. Довольно резко отреагировали на заявления турецких коллег в профильном ведомстве Кыргызстана. Министерство образования расценило заявление Архана Эрдема как давление на власти и общественность Кыргызстана и попытку дискредитации образовательных учреждений САПАТ. Приравнивание школ САПАТ к террористическим организациям и наложение на участие, а также членов на их семьи определенных санкций. Только на этом основании, что они обучаются в школах САПАТ, мы считаем неприемлемым. А заявления официальных лиц Турции безответственные. По словам Калдыбаева, все школы САПАТ на территории Кыргызстана функционируют в полном соответствии с действующим законодательством. Само профильное министерство является учредителем сети общеобразовательных учреждений САПАТ. По словам чиновника, полностью контролируют как образовательный процесс, так и их деятельность в целом. Представители гражданского общества намерены бороться с административным ресурсом. Накануне члены различных НПО, Центр избиркома, а также представители кандидатов, президенты, обсудили правила игры. Участники избирательного процесса приняли решение подписать резолюцию, запрещающую претендентам пользоваться служебным положением. Эти ограничения и так есть в законе, но вот как на практике они исполняются редко. Поэтому пришлось заключить своего рода джентльменское соглашение. Однако эксперты говорят, все зависит от избирателей. Любая борьба с административным ресурсом будет бессмысленна, если население само не начнет реагировать на давление со стороны кандидатов. Подробности в нашем следующем сюжете. Гражданский сектор требует от правительства не использовать на выборах учителей, врачей, студентов и других представителей подконтрольных государству ведомств. Соответствующее обращение члены НПО сделали накануне. Наблюдатели говорят, практика показывает, что юридически привлечь к ответственности чиновников за давление на административный ресурс не получается. Поэтому приходится заключать своеобразное джентльменское соглашение. В этой резолюции указаны моменты, которые адресованы участниками избирательного процесса, самим кандидатам, членам Центральной избирательной комиссии и правоохранения органов. То есть там указано неукосительно соблюдать требования законодательства, чтобы не использовать преимущество административного или должностного положения. И чтобы между участниками была такая конкуренция предвыборная, чтобы с правилами использовали приемы агитации, информирование населения, чтобы не было моментов принуждения граждан к участию в выборах и так далее. На самом деле резолюция большая. Эксперты говорят, законные основания наказать виновных в использовании административного ресурса есть. Например, статья 21 Кодекса о выборах предусматривает до трех лет лишения свободы, а также штраф до 80 тысяч сомов за давление на госслужащих при проведении выборов. Однако на практике применить эту норму удастся едва ли. Ряд экспертов, среди которых, к слову, и члены ЦИК предлагали отстранять на период предвыборной гонки чиновников, попавших под подозрение в использовании админресурса. Однако норма эта не прошла. Сейчас комиссия при президенте по совершенствованию избирательного законодательства вновь намерена поднять этот вопрос. И вот все внимание сконцентрировано на подкупе, хотя административный ресурс на самом деле это еще больше зло, чем подкуп. И вот сейчас обратно возникает инициатива в рабочей группе, созданной указом президента по совершенствованию избирательной системы. Идут различные обсуждения, да, и очень много представителей гражданского общества, я в том числе как членцы, согласна с ними, что и в уголовном кодексе, и административном кодексе, где написано слово «подкуп», рядом написано «использованное положение». Вот они должны идти параллельно. Тогда, я согласна, тогда можно было бы говорить, что государство применяет какие-то радикальные, кардинальные меры в борьбе с этими видами нарушений. Эксперты говорят, любые меры борьбы с административным ресурсом будут малоэффективны, пока население само не захочет избавиться от этой порочной практики. Аналитики говорят, сейчас подконтрольные правительству структуры уже прекрасно понимают, что нельзя беспрекословно выполнять поручения предвыборных штабов. Иначе положение дел в стране не изменится. Если посмотреть на тенденцию, например, испорченных бюллетней или недействительных бюллетней, из года в год оно увеличивается. Это не от того, что люди глупые и не могут бюллетней запомнить. А это от того, что люди, да, фотографируют бюллетень, говорят, что я проголосовал за вас, тем самым как бы, да, читаясь. Но после того, как фотографировал, портят бюллетень, да. Чтобы, как бы не заставляли людей, облеченных должностями, властью, как бы им не угрожали, в любом случае административный ресурс, это не есть какое-нибудь там указующее звено последней истинной инстанции. Все зависит от избирателей. Предложение борьбы с админресурсом гражданское общество планирует обсудить завтра. К этому сроку заинтересованные стороны должны представить свои предложения по тексту резолюции, которую предложат подписать и кандидатам. Игорь Потанин, Асхат Касымбеков, НТС. Из предметов гордости вместо для бытовых отходов. Жители южной столицы жалуются, что река Ахбура и ее берега превратились в мусорную свалку. Отдыхающие после времяпровождения у реки оставляют после себя кучу мусора. Некоторые тут же моют свои машины, а другие устроили мойку ковров. Если чиновники говорят, что в этом виноваты сами же жители, те уверяют, службы не работают. Вокруг антисанитария, а за нарушение экологических норм оштрафованы всего 7 человек. Бульджан Алтамышбаева расскажет подробности. Берег реки Ахбура возле микрорайона Юго-Восток города Ош завален мусором. Каждый день в это место приходят отдыхающие. Тут же рядом кто-то стирает ковры, а кто-то моет машину. И все они за собой оставляют мусор. Самое обидное, с утра пасут коров и баранов. Везде навоз и вонь стоит. Потом приходят стирать ковры и мыть машины. А отдыхающие бросают мусор даже в воду. Как видите, вот пакет плавает в реке. Ответственные службы не следят за всем этим. Даже надписи нигде нет. Граждане хоть и говорят, что городские службы не убирают мусор, представители зеленхоза уверяют, что убирают строго по графику. Всего 4 работника комбината ежедневно очищают от отходов берег реки. Но частично признаются, что не успевают. Пользуясь моментом, хотел бы обратиться к горожанам и попросить их не оставлять за собой мусор на берегу. И в других общественных местах. Чистота нужна не только работникам нашего комбината, а всем гражданам. Ведь река Акбура – это символ нашего города. С начала года специалисты экотехинспекции города Ош оштрафовали всего 7 граждан, нарушивших экологический кодекс. Автомойка и стирка ковров на берегу реки являются грубым нарушением 69-й статьи Водного кодекса. И согласно 122-й статье административного кодекса полагается штраф в размере от 1000 до 7000 сомов. В ближайшие дни городская река техинспекция совместно с патрульной милицией собираются провести рейд вдоль реки Акбура и других городских каналов. Продолжаем выпуск. Чуть больше двух недель осталось до старта учебного сезона. И сейчас самое время подготовить ребенка к школе, купить ему учебные принадлежности и форму. В этом году, кстати, единого стандарта, как одеваться школьником, также нет. Главное, чтобы он соответствовал цветовой гамме, рекомендуемой Министерством образования. А вот в вопросе приобретения тетради, альбомов, карандашей, рюкзаков раздоли для выбора. Чтобы угодить ребенку, чтобы вещь была действительно практичной, нужно постараться. Анастасия Соболева посчитала, сколько нужно денег потратить родителю, чтобы полностью вооружить своего ребенка необходимым для учебы. Голова идет кругом и у родителей, и у детей. Первый в заботах. До начала учебного года осталось две недели. Нужно еще много чего подготовить. У мальчишек и девчонок глаза разбегаются от разнообразия. В магазине канцтоваров много тетради, карандашей, ручек, дневников, альбомов. На обложках героя любимых мультфильмов. Ну, поначалу канцелярию закупаем на тысячи две, две с половиной. А там уже одежда и все остальное. Не знаем еще на какую сумму. А в прошлом году у вас на сколько вышло? В общем, наверное, тысяча шесть, семь. Точно. Тонкие тетради можно приобрести по четыре суммы. Общие по десять. Ручки, карандаши и тащилки по пять сумм за штуку. Набор обойдется чуть дороже. Фломастеры по шестьдесят. Чуть меньше цветные карандаши. Пятьдесят суммов. Самые простенькие дневники по сорок. Рюкзаки по пятьсот суммов. Все зависит от страны поставщика. Как отмечают продавцы, со вступлением Кыргызстана в таможенный союз изменился не только ассортимент товаров, но и цены. Конечно, российский товар в этом году очень дешевый. Потому что, соответственно, раньше Китай был дорогой. Но сейчас в связи с таможенным союзом в России цены очень стали дешевые. Китай, как бы транспортные услуги там эти повысились. Из-за этого Китай почти сравнился с Россией. В этом году мы замечаем, что Россия идет лучше. Потому что она намного качественнее. Если сравнить эту же тетрадь, 48 лис, она начинается у нас от 15 суммов и выше. Соответственно, Китай стоит 17-18. Зачем покупать китайскую продукцию, когда можно купить хороший сертифицированный российский товар. И прекрасно, например, знаешь, что из чего это сделано. Дочка Назира в этом году идет в первый класс. Рассматривает одну полку за другой в поисках нужного. Сбор в школу для женщины немножко в новинку. Поэтому спрашивала у более опытных подруг. На концтовары мы сейчас взяли 6 тысяч. Не знаю. Ну, думаю, мы уложимся. Плюс еще рюкзак. А школьная форма на какую сумму? Ну, у нас такова форма белый верх, черный низ. Поэтому нам проще в этом плане. Форму мы не выбираем. На школьную форму традиционны самые большие затраты. Цены на одежду для младшеклассников чуть ниже, чем для старшеклассников. В магазинах костюмы подороже. На ярмарках можно найти подешевле. Школьные рубашки девочковые идут цены от 750 и выше. Мальчиковые у нас рубашки цены разные от 700-750 и выше. Юбочки нашего производства будут 450 и выше. Турецкие юбочки, они чуть дороже, но цена приемлемая. 850-950 сомов. А мальчиковые у нас брючки черные в школу. Черные, серые, синие идут 950 сомов. Школьная форма в стране остается обязательной. В одних школах одежда стандартная, к которой все уже привыкли. Белый верх, темный низ. В других учебных заведениях свои требования по цвету и фасону. Такой комплект, как говорят родители, чуть дороже обычной школьной формы. Итого, чтобы собрать ребенка в школе, по самым скромным подсчетам, нужно не меньше 8-9 тысяч сомов. Анастасия Соболева, Эрмик Азизов, НТС. Первый учитель Джамиля Материнское поле знает ли юный зритель, что это не только произведение нашего великого классика Чингзайтматова, но и киношедевры, снятые по мотивам писателя. Ответ на этот вопрос в эти дни ищут организаторы недели ретро-кино. Уже пятый день в столице проходят показы фильмов известных режиссеров Болота Шамшиева, Толюмыша Акеева, Мелисса Убикеева и Андрея Кончаловского. И если одни приходят еще раз насладиться просмотром, то для юных посетителей это стало личным открытием некогда кыргызского чуда. Подробнее расскажет Анастасия Соболева. Ой, наша географичка, Интамаладжи. Видишь, сидит с мужем? Вижу. У меня это, между прочим, не для красоты приделано. Чтобы все мы свиделись. Аминь. Аминь. Эхо войны докатилось и в маленькое кыргызское село. Как и миллионы остальных, его жители продолжают учиться, работать и любить. В такое тяжелое для всего народа время лучше всего обличаются человеческие пороки и словно в противовес проявляются доброта и смелость. После войны было трудное время. Раньше детей учили и воспитывали по произведениям Айтматова. В школах рассказывали и ставили в пример. Например, его повесть «Первый учитель». Детей заинтересовывали такими произведениями. Нынешняя молодежь должна знать и пересматривать такие фильмы. Очень много для себя откроет, очень многому научится. От таких фильмов только польза будет. Картина по одноименному произведению великого Ченгаза Айтматова «Ранние журавли» через историю 14-летнего Султана Мурата рассказывает о судьбе целого поколения. Юноша остался в семье единственным мужчиной. Все старшие ушли на фронт. Так закончилось детство мальчика и его товарищей. Отец вернется, что я скажу? Твой сын бросил школу, не очень вырос. Да, отец вернется, мама. Отличником буду, я тебе обещаю. Фильму больше 30 лет, однако проблемы актуальны и сегодня. Организаторы недели ретро-кино признаются, что таким мероприятием хотят напомнить зрителям об известном на весь мир Крыгызском чуде. У нас на протяжении лет, сколько лет, очень активно снимаются крыгызские фильмы, очень активно снимаются комедии, драмы и даже ужастики у нас сейчас появились. Но мы также хотели бы, чтобы наши режиссеры, наши зрители, они не забывали наши старые фильмы, которые стали шедеврами крыгызского кино, и чтобы, может быть, где-то равнялись на эти фильмы. Чтобы где-то брали пример, и чтобы наши зрители также ценили данные фильмы и знали о них, и могли, чтобы они имели возможность посмотреть данные фильмы на большом экране. И они не ошиблись. Равнодушным в зале не оказалось. После просмотра фильма зрители активно делились переживаниями и впечатлениями от киноленты Болото Шамшеева. Фильмы по произведениям Чингиз Айтматова – это высший уровень искусства. Раньше, конечно, тоже видела, но вот так в кинотеатре – это другие ощущения. Это кино дает очень много полезного, что можно перенять для себя. Поэтому я и пришла сюда. Очень интересно было смотреть. Подобные мероприятия уже стали традицией в сфере отечественного кино. Ретро-показы устраивают ежегодно. В репертуаре кинотеатра на сегодняшний день такие шедевры, как «Белый пароход», «Джамиля», «Красное яблоко», «Первый учитель», «Материнское поле». Ежедневно первый сеанс начинается в 19.00, второй – в 9 вечера. Всего за вечер на суд собравшихся представят по два фильма. Сабина Дамаскинаба, Кытка Шалиев, НТС. Есть фильмы, которые можно смотреть не раз, и интерес к ним не иссякает. Работы носителей «Кыргызского чуда» пожалуй, как раз такие. Ну что ж, на этом у нас все. Любите кино и берегите себя. Увидимся завтра.